Доброе утро! У делу их, до речи, принимаются журналисты российских средств массовой информации, черговый пресс-тур которых присвящены боевому братерству народов во время войны. Правда, только военной тематикой этот визит не обмежался. Алексей Церов ведет, какие вопросы интересуют российских журналистов. Тверская правда, Жевский вестник, Тверские ведомости, Радио России. Интересы Беларуси с оправдой великие и неподробные. Первые бои в рамках операции «Баграссион» начались на территории сучасного Святогорского района. Летость тут открыли новый мемориал. Именно в это его планыют наведать российские журналисты. А прочаток в программе пресс-тур «Круглый стол», который так само присвящен выникам этой масштабной наступальной операции. До речи, с боку «Червоная армия» у делу ее принимали около 1 миллиона 200 тысяч солдат и офицеров, значная частка которых уродженцы России. Об белорусско-российском военном братерстве и военно-патриотичном выховании подчас пресс-тур у Воголя кажутся шмат. Во умовах, коли усе больше часто означаются спробы переписать историю другой сусветной войны и переглядить роли Советского Союза в перамозе над немецким национал-социализмом, это особливо актуально. У меня родной дядя на фронте погиб, брат по линии мамы. А родители прошли всю войну, они ушли на фронт, им было 20 лет. И вот отец был танкистом, мама была врачом в медсанбате. Всю войну они прошли от первого до последнего дня. Так что для меня эта память еще и кровная, что называется генетическая. Мы обязательно должны это хранить и рассказывать молодежи, потому что если молодежь не будет знать свою историю, то вы знаете, да? Кто не помнит уроки истории, обречен повторить их вновь, да? Правда, только тема такой огольной военной истории, интересы российских журналистов не обмежевываются. Пытание у шмат, у тымлику, да керуньков у Гомельской области. Часть дня наших насильных пунктов и гостиниц местных жахаров по ранейшим приемно з'являюсь, а ли об этом писали уже шматрики российские СМИ. Гаранты молодым специалистам, взаимоотносенные в области из Украины, притягнение замежных инвестиций, подширение супрационистов за российскими регионами. На думку журналистов, у всех это может быть цикаво читачам. Нельзя сказать, что в России ничего не ведут о Беларуси, а ли часто об нас маркуют, перш за все, по гандлевых брендах. В первую очередь москвичи знают Гомель по товарам, сельскохозяйственного производства, текстиль и другая продукция. Естественно, очень много белорусских товаров непосредственно в Москве, в самой отдельной магазине есть рынки белорусских товаров. Так что, я думаю, наоборот, очень даже приветствуют товары с Белоруссией в Москве. После наведывания Гомельской области журналисты российских СМИ нокируются у Минск, а почнем, запланованным для наведывания объектом, у регионе станет мемориальный комплекс обества «Червоный берег» Жлобинского района. У Белоруссии его называют «Дитяшей хатынью». По часу оккупации тут находится «Дитяший концлагерь». У свете таких комплексов больше нема. Олег Сентюров, Игорь Мариченко, Телера, да компания «Гомель». Информационно-аналитичный центр при администрации президента Республики Беларусь расповсюдзил выники о питании насильництва об работе правоохоуных и контролючих органов, а так само коррупционной ситуации в Украине. Кто и як змагаться с этой зьявой у Гомельской области, ведают наши корреспонденты. Дадзины, а пытання свечать. Большасть насильництва правоохоуным и контролюючим органам доверая, причем наибольший узоровин доверия до прокуратуры – 78%. Невапошнюю чаргу дякуючим мерам, які предпринимаются по поляпшинні криминогенной ситуации у самых розных сферах, включаючи экономичные злочинства. Особливая увага в этом плане предприемствам, які мают значную запозиченность за поставленную продукцию. Вернуть усе сродки пакуль не отрималася, але на Гомельщине гэты пакашык – один злепших у Беларуси. В прошлом году органами прокуратуры в экономические суды области, республики и также, скажем так, сопредельных государств прокурорами направлено свыше 570 исков и заявлений в порядке приказного производства на сумму свыше 400 миллиардов рублей, свыше 150 миллионов рублей Российской Федерации, 150 тысяч долларов. Сярод питанье, на яке пропоновали отказать жихарам краины, ситуация с коррупцией. На думку 43% респондентов, яе узровень буде знижаться. При этом наибольшь оптимистичными оказались жихары Витебской и Гомельской областей. Разом с тим 11% опытанных прогнозуют рост коррупции. Обвинительный приговор в отношении одного из руководителей структурных подразделений строительной организации. Обвинялся он в получении взятки, дело рассмотрено, вынесен приговор обвинительный. Он приговорен, если не ошибаюсь, к пяти годам лишения свободы. Сумма взятки, с которой он был пойман, это составляло 3000 долларов. На супер, к думкам некоторых респондентов, проведенного опытания, у прокуратуры Гомельской в области переконаны, что смыгаться с коррупцией можно. Особливо, когда принимать папираджальные меры. Тем более, что правооховники сегодня добро ведают, на какие сферы необходимо звернуть першочерговую увагу. Я не скажу, что в последнее время увеличилось количество коррупционных преступлений в сравнении с предыдущими периодами. Примерно на том же уровне, года от года где-то больше, где-то меньше. Но вместе с тем хочу сказать, что прокурорские проверки, соблюдение антикоррупционного законодательства стали, наверное, более эффективными. Мы больше выявляем фактов, которые указывают на возможности зарождения коррупции в тех или иных проверяемых отраслях. Олег Сентюров, Сергей Негеревич, Ёлген Макеенко. Телерадиокомпания Гомель. До речи, сегодня прокурор Гомельской в области Сергей Аземша станет гостем интерактивной программы «Деалог». Размова у студии поедет про выники деятельности ведомства. Задать питание, выказать конструктивные пропоновы можно подчас промога эфиру по номеру телефона у Гомели 77 68 45. Глядите программу «Деалог» на телеканале «Беларусь-2». Сегодня у 18.01.10 хвилин. Протягиваем выпуск. Отповедности с постановой Совета Министра у Республики Беларусь с 1 липеня 2015 года объекты гандлю и оказание послуг повинны быть оснащены платежными терминалами. Правда, як свечить мониторинг, проведены специалистами инспекции Министерства по податках и сборах по Гомельской в области, поколь гаэтае потребование имкнуться, выконвать не усюды. Об перевагах выкарыстанне терминалов наступный материал. Бадай наибольшая колькасть тех, кто не жадает выкарыстовывать платежные терминалы, индивидуальные предпринимальники. Хоть и далеко не усе. Крама Дзення на улице Кирова працую уже в некольких годов. Директор и он же уладальник Александр Кирнос на отсутность покупников не скардица, хоть и кажа, что спадеется на повелешение их колькасти. Платежный терминал у Краме установили еще в Саковику, причем выбирали самый сучасный. Зато и теперь могут назвать становчие и отмолвные моменты. А пошли, правда, у сяго один. Необходно спиралишвать банку пылный процент за кожную проведенную операцию. Плюсов значно больше. Плюсов больше в этом, чем минусов. Человек пришел, он хочет рассчитаться. У него нет с собой наличных. Сейчас карточки у всех. У всех на руках есть карточки. Кто-то с России приехал, какой-то иностранец приехал. У него есть карточка. Он рассчитался. Если у него нет наличных денег, ему надо бежать в банкомат, ему надо бежать в обменный пункт. Ему неудобно. А так он пришел, рассчитался. Кто-то много купил. У него не видно по карману, что он купил много. Карточкой он отдал. Ему легче расстаться с этими деньгами. А пошли психологичный момент, да речи, недооценювают. Оценювают ци увоголя, не уличывают шмат, які уладальники гандлёвых кропок. Справа у тым, что покупник заусюду будет экономить наявные гроши и больше хватно тратить без наявные, которые нельзя поднимать в руках. У инспекции Министерства по податках и сборах по Гомельской области сегодня называются и иншие переваги от выкористания платежных терминалов. У решетов это державная политика. Для субъектов предпринимательской деятельности это прежде всего история, которая сохраняется. И предприниматель в любое время может посмотреть, за что и когда он получал деньги. Это минимизация расходов на транспортировку денег, инкассацию. Для налоговой инспекции плюс это прежде всего прозрачность платежей. То есть с каждой покупки мы будем знать, что в бюджет будет доначислен налог. Ну и для потребителя, естественно, это плюс, когда он может воспользоваться платежной карточкой, а не носить с собой крупную сумму денег. До инших тем. Первый у Гомеля молодежный арт-фест «Библия Контакт» прошел у областной универсальной библиотеки «Мя Ленина». Фестиваль под открытым небом отбылся в рамках масштабного молодежного проекта «Поколение мы» и «Киселета» проводит библиотека. Наведали Open Air и наши корреспонденты. У рамках проекта «Поколение мы» в этом году уже проходили волонтерские акции, литературное читание, квесты и выставы. Арт-фест або фестиваль молодежных культур стал своего рода его апофеозом. Хэллоуная мета означают организаторы популяризация читания сирот молодых людей, протягнение их до активного бауления часу по застенными дома. В оси назва фесту «Библия Контакт» обрана не выпадкова. Организаторы запеунивают межа унисну «Е» и готовы доказать гэта на справе. Постарались здесь соединить возможное с невозможным. Кажется, что чтение – это сегодня очень далекое от молодежи направление. Но мы постарались нашим сегодняшним мероприятиям доказать, что все-таки молодежь читает и идет в библиотеку. В том числе за книгой, за интересным мероприятием, за креативным шоу, за музыкой, за поэзией, за всем современным. На пляцовце перед библиотекой разгорнулася аллея хендмейду. Тут же можно было сустреть мастаков, майстру акварельного макияжа, а так само обзавестись от тату-схны. Подтримали артфест и байкеры. На импровизованных пляцовках книжный развал и лаука покинутой книги. Любый жадающий мог набыть букинистичную литературу або обменяться выданьями. Кульминацией артфесту стал концерт с удделом музычных и танцевальных коллективов областного центра. Постарались тоже охватить различные музыкальные направления, и регги, и рок. И пригласили наши знаменитые и пока еще малоизвестные музыкальные группы, коллективы. Это и ботхи, и этношоу бифолк, и осколки страсти, и пинк-кадиллак, старый фольварк. И очень много-много разнообразных коллективов. Такие мероприемства доказывают, у электронную эпоху библиотеки не стратились своей привавности. На дворот, сучасная библиотека стала еще больше приемным и зручным местом, где можно вучиться, иметь стасунки и заводить новые знакомства. Вера Котляр, Вольга Славина, Валера Игапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельской области пройдет проверка автоматизованной системы централизованного оповещения громадянской обороны с заключением электросирен. И она будет проходить сегодняшнего дня и по 26 червеня. У областного управления МНС звертаются с просьбой до насельства заховывать спокой, заставаться на своих местах, уважливо прослуховывать поведомления диспетчера по повещении Центра оперативного керывания областного управления МНС. И это была почная информация выпуска. У студии працывала Наталья Игнаценко. Удалого вам дня и до новых встреч в эфире.